здравствуйте сегодня поговорим о морском аквариуме о том из чего состоит морской аквариум видео будет полезно для новичков для всех тех кто хочет сделать себе морской аквариум но еще не понимает что такое сам можно ли без него куда и как течет вода и какую воду доливать взамен испарившийся и так далее и тому подобное в общем всем тем кому читать лень слушайте рассмотрим стандартный морской аквариум это будет обычный прямоугольный аквариум такой используется чаще всего главная особенность в аквариуме это наличие переливной шахты она может располагаться в любом из-за из дальних углов аквариума либо посередине задней или боковой стенок вариант расположения шахты выбирается больше по вашему собственному желанию зависимость от того как у вас будет стоять аквариум в переливной в шахте располагается три трубы слив залив перелив через сливную трубу вода из аквариума сливается в сам через залив вода возвращается из сам по в аквариум аварийный слив он же перелив нужен для того чтобы вода сливалась в случае каких-то проблем с рабочим сливом для избежания потопа аварийный слив он же перелив расположен чуть выше основания слива в штатном режиме через перелив ничего не сливается труба стоит пустая и ждет аварийных ситуаций для того чтобы свести аварийные ситуации к минимуму на переливную шахту устанавливается гребенка она не дает попасть в шахту рыбе улитка мракообразным и другим обитателям аквариума но не дает стопроцентной защиты от самых упертых прогунов ну и тому подобных ползающих поэтому желательно регулярно загладывать шахту и так из аквариума вода сливается в сам сам по это технический аквариум предназначенный для установки в него оборудование которое отвечает за фильтрацию воды поддерживает уровень кальция и далее воды взамен испарившиеся размеры сам по никак не привязан к размеру аквариума главное чтобы в него поместилось все необходимое оборудование даже если аквариум очень большой например 1 тонна то сам для него может быть устроен даже в 50 литровой емкости повторяю еще раз главное тут не объем главное чтобы все нужное оборудование поместилось сам чаще всего сам выполняется из трех или четырех отсеков рассмотрим стандартный который встречается чаще всего состоит у нас еще из четырех отсеков вода циркулирует через весь сам начиная с приемного отсек который располагается самым первым чаще всего этот отсек делается довольно большим потому что в нем располагается пенник также в нем могут располагаться антифос и уголь либо какая-то другая химия либо какое-то другое помимо пенника оборудование второй отсек это водорослеек который также очень часто используется как отсадник для нелегалов пришедших с камнями либо агрессивных рыб которых надо привести в чувство этим отсеком располагается светильник как так как свет необходим для роста водорослей частью всего используется два вида водорослей это хитоморфа или каулерпа водорослевик служит в аквариуме для избавления системы от нитратов так как водоросли при росте потребляет из воды нитраты также водорослевик на дно добавляется грунт песок либо коралловая крошка различные фракции но можно и без грунта отсек номер три это возвратный отсек в котором располагается возвратная помпа которая поднимает воду из сам по по возвратной трубе в обратном аквариум в четвертом отсеке располагается пресная вода и помпа долива пресной воды которая должна работать либо по таймеру либо по уровню жидкости если используется уровень жидкости то уровне то есть три либо два щупа располагаются в отсеке номер три там где стоит возвратная помпа потому что это единственное место в котором уровень воды меняется из из-за ее испарения во всех других отсеках вода всегда остается на одном и том же уровне четвертый отсек изолирован от других отсеков полностью вода которая в нем находится пресная доливается она обычно либо во второй отсек либо в третий обращаю особое внимание на то что взамен испарившейся воды доливается именно пресная вода не соленая потому что в процессе испарения воды все соли остаются в воде и не улетучиваются из аквариума если доливать взамен испарившейся воды соленую то уровень солености в аквариум будет постоянно расти поэтому доливается в четвертый отсек только пресная вода помимо оборудования которые находятся в сампе необходим светильник соответствующей мощности зависимости от объема аквариума и помпа течения это тот необходимый минимум оборудования с которым ваш аквариум сможет хорошо существовать перечислю еще раз технический минимум светильник над основным аквариум номинальной мощности помпа течения как минимум две штуки установленные в разных углах аквариума и направленные друг на другу для оптимальной циркуляции воды пенник соответствующей мощности светильник над водорослевиком возвратная помпа помпа для долива пресной воды с уровнем жидкости либо с таймером это не полный перечень оборудования в морском аквариуме можно использовать еще массу различных устройств но на этапе запуска они не нужны потребуются вам они позже и только в том случае если вы все сделаете правильно начальном этапе без этого видео наглядно понятно что система морского аквариума довольно таки простая понять как она работает в состоянии даже школьник и тем не менее для полноты картины я рекомендую перед тем как начать что это делать прочитать хотя бы одну книгу о морском аквариуме книги есть в группе всем удачи подписывайтесь на канал вступайте в группу учитесь и получаете удовольствие от процесса все ссылки вы найдете под видео текст читал дима пронин до новых встреч а